всем привет сегодня у нас на дворе 24 июня приехали мы на огород собираем клубнику я решил пробно подкопать пару кустов картофеля выкопал три куста галактика королева она таразара в том году мы галактику копали уже подкапывали на еду 20 июня чуть позже решил чуть-чуть она мельче в этом году было покрупнее в этом году дождей для молодой картошечка самый раз значит на кусту еще осталось картофель я вот что делаю когда выкапываю аккуратненько выбираю самые такие более-менее картошины и потом назад этот кружа закапываю он еще это тоже влага в почве есть он без проблем принимается и дальше начинает взрывать это вот я так всегда делал когда подкапываю картофель для еды и потом назад опять засаживаю он дозревает еще там куб не убрасываю потому что есть вообще мелкие я не убирал вот такой картофель несмотря на то что масло дождей буквально через день не лову картофеля еще нет это радует очень рады потому что почва смотреть этот верх огород там за яблами низина постоянно вода скапливается урожай там будет мелкий я уже рассказывал про картофель который реагирует на влагу как он себя ведет вообще остается в центре огорода здесь угород здесь влаги практически нет она вся вниз потекает здесь картофель везде хороший а там низина киви альвара практически не будет там картофель но королева на самом конце огорода на есть здесь королева идет королева на меня радует очередной раз вместе с картофелем еще свежим качанчик капусты король не капуста хорош качанчик покупал я семена гибридные голландские семена ранняя капуста сейчас я вам не скажу какую-то сорт посмотреть по запись все под запись давай уже . осорвем кстати друзья этот лук который посажен здесь у меня он посажен с рассада я выращивал с рассада он догоняет обычно который посажен севком здесь сорт вначале халцедон далее сибирский скороспелый русский размер головки уже крупные очень рады то что всегда будет сажать с рассада она успевает вырасти консулетный получается хороший полноценный лук кстати друзья какую я делаю профилактику с луком из капусты для этого я применяю мгновенный не шатырный спирт развожу ложку ложку столовую сушительную спирту и 10 литров воды проливаю лук раз в 10 дней хотя бы то же самое я делаю с капустой после такой подкормки добавление шарфирного спирта в воду сверху как капусту так и чеснок я слегонца просыпаю обычно древесный залог просто по чуть-чуть просыпаю это тоже дает свою защиту с возможных вредителей и плюс является даже коленей подкормкой много микроэлементов древесной залей находится на лук и на капусту будет у вас очень хороший урожай капуста раз в 10 дней но капуста можно делать раз в две недели в 14 то же самое я хочу сказать по чесноку значит за сезон выращивания я делал три подкормки с помощью нашей тырной спицы также выливал столовую ложку на 10 литров воды проливал особенно это делал ранней весной в марте месяце две паркорки и одну подкормки сделал в апреле тоже просыпал привесный залог остался примерно срок недели три разбора урожая часть стрелок я удалил сейчас оставил это будет своего рода индикатор когда мы выпрямиться этой стрелке и тоже возьму семена воздушные еще один момент за этот период крайних двух недель значит забывайте рыхлить пущу чеснока потому как для того чтобы были крупные головки обязательно нужно чтобы в корневой системе корневой системе поступал кислород для этого даже рекомендуется немножко головку оголять землю очищать и тем самым между ряде рыхлить тут я рыхлил уже дочь пробил и у вас будет крупная головка это у меня здесь разные сорта подсаживаем обязательно делайте такой технический процесс головку бы созревать крупные быстрее у нас будет идет дождь через день созревает гнилой нету жена прошла только пол наша плантация уже два градусов литровых собрали вот эти дик соседки заведу и чистое нет ни бога помоем очень вкусная матная вот друзья такой обзорщик большие по нашему огороду тем кому стало интересно это видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем хороших урожаев будьте здоровы всем пока